Сегодня на передовой ГТО алтайские студенты. Вот так можно наподтягиваться на золото. Для юношей их возраста это 15 повторений. Золотые, серебряные и бронзовые – это значки ГТО, которые можно заработать, выполнив определенный норматив. Но прежде чем начать прыгать, отжиматься и фиксировать рекорды, нужно, как это сделал министр спорта Алексей Перфилев, зарегистрироваться на портале ГТО. Кстати, на площадке фестиваля это доступно не только министрам. Готовых к труду и обороне в регионе с каждым годом становится все больше, но в краевом профильном министерстве останавливаться не хотят. Только в этом году в рамках проекта «Спорт. Норма жизни» малые спортивные площадки появятся в 25 районах края. Наша задача сейчас, запуская этот проект, сделать так, чтобы в каждом из районов эти площадки ждали, дождались, и в дальнейшем они использовались. То есть не просто поставили и отчитались, а чтобы действительно они были и доступны, и были и правильно установлены, и в хорошем состоянии поддерживались. Поддерживать площадки, чтобы поддерживать здоровье. Именно это и есть главная цель возрожденного проекта ГТО. Для развития массового спорта и оздоровления нации в целом этот проект и существует. То есть это глобальная такая идея большая? Да, да. Очень глобальная, очень здоровая, очень добрая. Добрая часть студентов уже сдала нормы ГТО, но не только они, и школьники, и пенсионеры. В край через серию спортивных испытаний прошло 16,5 тысяч человек, из которых золотом осталось 6800. 11 возрастных категорий, от 6 лет до 70 и старше. Сдать ГТО может вообще любой. Я, например. В начале сюжета я сказал, что юношам от 18 до 24 лет, для того, чтобы на перекладине получить золото, нужно потянуться 15 раз. Я и сам вхожу в эту категорию, хоть форма не совсем спортивная во всех смыслах. Попробовать интересно. Продолжение следует... Бронза. Бронза. Подтягивался Андрей Дреер, снимал Николай Шелко, программа «День с толком». Игорь Шелко, встает, ест.